Немецкий кузовной чемпионат ДТМ вернётся в Россию после трёхлетнего перерыва. Ромоутеры подписали контракт сразу на три сезона с 2020 по 2022 год. В России проведут третий этап гоночной серии, который намечен на 30 и 31 мая. А принимать соревнования будет новейший автодром и город-драйв под Санкт-Петербургом. Построенный в Приозёрском районе Ленинградской области комплекс уже называют уникальным даже в мировом масштабе. Ведь здесь, на гигантской территории в 100 гектаров, сосредоточены сразу 10 профессиональных трасс. Для шоссейно-кольцевых гонок, для ралли-кросса, мото-кросса, картинга, дрифта, эндуро, супер-мото и парных гонок. Есть отдельная трасса для внедорожников и центр контраварийной подготовки. Я считаю, что все просто потрясены этим центром. Он может быть полезен не только для мотоспорта, но и для образования молодёжи, а также их поведение на дорогах в целом. Я уже говорил, насколько важна безопасность на дорогах. К сожалению, из-за того, что многие ей пренебрегают, происходит огромное количество аварий. Это случается из-за того, что людям просто не хватает знаний и практики. А здесь вы можете обучать людей. Кольцевую трассу, которая примет и гонки ДТМ, спроектировало бюро Германа Тильки. Уникальность этого комплекса в том, что он объединяет любые трассы, какие можно только представить, начиная от картинга и заканчивая мотокроссом. Тут можно проводить гонки любого уровня. Несомненно, этот комплекс будет способствовать развитию автоспорта в России. Сюда можно привлечь молодёжь, вытащить их с улиц и посадить за руль. К слову, наблюдательный совет и горы Драйв возглавил Марко Печини. 65-летний итальянец известен в спортивном мире с конца 70-х. Впрочем, и горы Драйв – это не только гонки. В непосредственной близости от автодрома построены отели, рестораны и горнолыжный комплекс. Субтитры создавал DimaTorzok